Многие обозреватели приняли iPhone 8 мягко скажем прохладный, и я как минимум понимаю причину такого отношения. Людям, которые целыми днями пишут и снимают контент про технику, вечно хочется чего-то нового, а восьмерка этого предложить не может. Но как покупатель я не могу назвать восьмое яблоко унылым говном, которое никому не нужно, и сейчас я расскажу вам почему. Начну я с того, что в этом году яблочные смартфоны наконец-то обзавелись беспроводными зарядками. С одной стороны, ахаха, как смешно, в Самцунгах это есть уже давно, но с другой нужно понимать, что многие компании ориентируются на Apple в первую очередь, и только потом уже на всех остальных. Поэтому беспроводных зарядных станций в кафе и аксессуаров на тему чьи в целом теперь станет гораздо больше. Юзеры Samsung, не надо смеяться с этой ситуацией, ведь в итоге выигрыш будет и в вашу пользу в частности. Главным образом именно индукционная зарядка и повела за собой изменение конструкции корпуса. Теперь у нас сзади не алюминий, а армированное стекло, которое на пару с лицевым здорово царапается и к тому же увеличивает массу корпуса. iPhone стал более тяжелым и скользким. Спасибо вам Apple за то, что делаете знакомство ваших гаджетов с Асфальтом с каждым годом все проще. Также меня как-то резко и неожиданно перестал радовать переключатель беззвучного режима. Он очень нежный и в частности благодаря скругленному корпусу я постоянно его цепляю, сам того не замечая, и в итоге аппарат без моего прямого на то желания регулярно переходит в виброрежим. Хватит ныть! Переходим к прекрасным новостям. Во-первых, iPhone 8 стал лишь на десятые доли миллиметров габаритнее своего предшественника, и поэтому большая часть простых чехлов от седьмого поколения налазит на него без проблем. Во-вторых, защиту от влаги никто у нас не забрал. Мне пару раз уже приходилось вызывать такси или освещать себе путь смартфоном под проливным дождем, и аппарат до сих пор живее всех живых. Но лично я бы нырять в прорубь с ним не стал. Семерки в свое время уже доказали относительность своей влагостойкости, и после погружения в воду у многих аппаратов под камерами появлялась испарина при полном сохранении работоспособности. По эргономике, я думаю, рассказывать особо ничего не нужно. iPhone как iPhone, просто чуть более скользкий, чем ранее. Из моментов, касающихся тактильных ощущений и взаимодействия со смартфоном, отмечу 3D Touch, который воспринимает нажатие на иконки, элементы интерфейсов и кнопку домой, что позволило лишить последней механической составляющей. В свою очередь, за тактильный отклик отвечает Taptic Engine. Аппарат кликает, если это можно так назвать, когда вы открываете уведомления на заблокированном экране, тыкаете по переключателям в настройках и много где еще. Прозвучит это слишком по-яблофаперски, но ощущается это все достаточно приятно. Одобряем. Важный момент, сканер отпечатков пальцев. iPhone 8 и 8 Plus, скорее всего, станут последними устройствами от Apple с Touch ID. Свой прощальный концерт он отыграл с отдельным задором. Здесь он работает быстрее, чем где-либо ранее. Анимации ускорили, а сам сенсор то ли улучшили, то ли ему помогает шустрый проц. Короче говоря, скорость охреневающая. Пользоваться этим весьма функциональным в рамках iOS датчиком теперь стало еще приятнее и удобнее. Во всей этой истории есть всего одна ложища дегтя, которая заключается в абсолютной обыденности, скучности внешности и форм-фактора аппарата. Дизайн яблок не особо прогрессирует в последнее время и качается со стороны в сторону от металла к стеклу, от круглого к прямоугольному и наоборот. Судя по всему, еще в далеком 2014 году Apple закупили у LG настолько дохрена экранов для шестого iPhone, что до сих пор не могут исчерпать свои запасы. И поэтому в iPhone 8 установлена все та же матрица с допотопным разрешением в 1334 на 750 точек и диагональю в 4,7 дюйма. У нее отличные углы обзора и шикарный диапазон регулировки яркости с маленькой поправкой касательно того, что реальный минимум подсветки в экране достигается только при понижении точки белого, которую я назначил на тройное нажатие кнопки домой, что малость упрощает жизнь. Новым для восьмерки стал разве что True Tone, переехавший сюда с iPad Pro. Теперь дисплей умеет адаптировать свою цветопередачу к условиям внешнего освещения и компенсирует баланс белого в зависимости от того, под теплым или холодным источником света вы находитесь. Едем дальше, железяки. Во всех новых смартфонах Apple установили свой свежий чип, а именно A11 Bionic, который помимо нейронного ядра с кучей фишек, касающихся пока что исключительно дополненной реальности, имеет ожидаемо лучшую производительность на рынке. Такие себе цифры касательно ядер, гигагерц, гигабайт и всего вот этого не мешают восьмерке смеяться в кислые рожи любых требовательных к железу задач и выдавать в бенчмарках топовые результаты. Нет на этой планете ни одной игры, которая бы осмелилась на этом смартфоне тупить из-за нехватки производительности начинки, и понятное дело, весь софт здесь тоже летает. Я уверен, что при нагреве аппарат начинает троттлить, но а, это пока что нигде не ощутимо, и б, вам придется очень сильно постараться, чтобы девайс раскочегарился, ведь даже часовая сессия в танках до кипения его довести не способна. При всем при этом у iPhone 8 нет особых проблем с автономностью, когда я на смартфоне ничего не делаю, кроме дюжины звонков в день, двое суток работы от батареи мне можно сказать гарантированы. При активном использовании со сценариями, ютубом, блэкджеками и всем прочим банки хватает на день, но в таком ритме андроид смартфоны падают смертью храбрых уже в 6 вечера, так что назвать дохляком восьмерку я не могу. Тот же SE так хорошо у меня никогда не держался. Помимо возможности беспроводной зарядки, о чем я сказал еще в самом начале обзора, гаджет поддерживает Quick Charge. Специальные адаптеры кабель придется докупать отдельно по цене от 75 долларов за комплект. Сколько желающих наберется, исходя из такой ценовой политики, лично для меня загадка. Перед тем, как я начну рассказывать о кривой камере iPhone 8, мне хотелось бы его чутко похвалить как минимум за качество приема связи. Аппарат ловит сеть очень хорошо в тех местах, где разве что олдскульная Nokia могла мне дать стабильное подключение к сети, у Яблока с ним проблем никаких нет. Если раньше я на даче о нормальных звонках мог только мечтать и SE видел Edge в трех точках моего участка, то восьмерка ловит 3G с переменным успехом почти кругом. Ну а теперь, как я и говорил ранее, камера ночная с хороших новостей. Перед нами одна из самых лучших систем оптической стабилизации изображения, что позволяет получать ролики без драготни, снятые даже на ходу. Видео мы, кстати, умеем писать в 4К с частотой кадров в 60 FPS, что на рынке пока что является новинкой андроиды, так не умеют. Эти ролики пишутся только в спецовом кодеке, и поэтому их экспорт со смартфона, во всяком случае на Mac, занимает конское количество времени, но к качеству никаких претензий нет, все очень гладко и красиво. Замедленное видео снимается в 1080p с частотой кадров либо 120, либо 240 FPS. Почему нет хотя бы 2К при 120 кадрах в секунду, лично мне непонятно. iPhone 8 на моей памяти является первым яблочным смартфоном, который при съемке ночью выдает на выходе не полное говно, а хоть в какой-то мере нормальные фотки, придраться к которым я могу и хочу за лютое количество неподавленного софтом шума. Селфи при помощи экранной вспышки вы тоже в таких условиях снять можете, но на высокое качество рассчитывать я бы вам не советовал. В плохом освещении эта фишка спасти ситуацию способна, но ночью она картину сильно не красит. Днем фронталка работает ощутимо лучше, фотки по качеству выступают разве что читерскому Meizu Pro 7 снимающему селфи на основную камеру, с другими игроками рынка восьмерка стоит наравне. С фотками на основную камеру не все так гладко, HDR работает хорошо, выдержка у нас по максимуму короткая, поэтому мазня вам обеспечена только в редчайших случаях, но обработка фотографий и работы автоматики это просто трэш. Например, вот вам зеленый мох, который выглядит вполне естественно, а вот вам синие грибы, которые были сфотканы в том же месте при таком же освещении. Почему баланс белого иногда попадает в точку, но намного чаще бьет себя с размаху по пальцу молотком? Вопрос очень уместный, но ответ на него знают только хлопцы из Купертино. С контрастом в большинстве случаев все плохо и благодаря его задиранию фотки получаются очень бедными на цвета и в целом выглядят противоестественно. Из наверняка приятного для многих отмечу узкую гриб, что иногда тоже работает против нас, но при этом позволяет без всяких вторых камер снять портрет с естественным мылом на фоне и красиво выделить объект съемки. В общем и в целом камера работает здесь лучше и эффективнее, чем на предшественниках, но все портит безжалостная постобработка, которая убивает возможности потенциально одной из лучших фотопушек на рынке. Нет у меня хороших новостей в плане звука в наушниках, миниджек у нас отсутствует, беспроводные наушники не дотягивают по качеству звука до проводных и стоят заметно дороже, а сам айфон звучит как несмазанная трансмиссия ржавой таврии. Apple, почему владея самой крупной в мире фонотекой вы не можете позволить своим клиентам наслаждаться музыкой, которую вы же им продаете, а заставляете их слушать это убогое, искаженное и плоское дно, а также подключать наушники через долбанный переходник, который я за месяц использования уже трижды почти потерял и раз пять забывал в офисе. Зе, забота о покупателе, не иначе. Со звучанием динамиков ситуация так остро уже не стоит, спикеров у нас два, они орут громко и при этом приятно. Обещанный на презентации бас реально чувствуется, звук мягкий и пушистый, на максимальной громкости он не превращается в помои, и за это хочется сказать отдельное спасибо. Ну что ж, пришло время рассказать вам о главной лаже Apple этого года, iOS 11. Система работает из рук вон плохо, и владельцы iPhone 8 ощущают лишь запах пятой точки, тогда как несчастные люди по глупости обновившие свои iPhone 6 или 6s познакомились с ней гораздо ближе и через одного жалуются на жесткие тупняки и клюки. Восьмерка очень часто вместо плавных анимаций выдает слайдшоу, фирменные приложения раз в неделю вылетают, треск разговорного динамика исчез в 11.02 и вернулся в 11.01. Иногда подвисает камера и глючат жесты, связанные с 3D-тач. Если собирать по крупицам, то можно накопить в список и сотни мелких багов, которые я встречал как минимум раз, но по крупному счету это не так критично, как кажется. И реально паршиво в этой ситуации только то, что раньше такой фигни не было. Из важного добавился редактор скриншотов, привет LG, теперь у нас есть встроенный менеджер облачных сервисов и толку от него пока что огромного нет. Нативные приложения работают как положено и смысла отказывать им во внимании я до сих пор не вижу. Камера умеет считывать QR-коды и при этом делает это автоматически и сразу предлагает его открыть в Safari, а настраивать новый iPhone теперь станет проще. Во всяком случае для тех, кому не пришлось продавать свой старый бононовый нема грошей. Кладете своего старикана на iOS 11 рядом с восьмеркой, при настройке выбираете перенос данных с ближнего устройства и бэкап сам перетекает с одного телефона на другой. Не быстро, правда, но фишка работает и это главное. Вот мы и подобрались к тому, за что я люблю Apple, но ненавижу полдня разжевывать все связанные с этим делом нюансы. Экосистема. Множество продуктов, как аппаратных, так и программных, в первую очередь появляются на iPhone и работают с этими устройствами лучше, но что более важно, это взаимодействие техники от Яблокомпании между собой. Перенос вкладок в браузере и, например, приложение AliExpress с одного гаджета на другой. Общий буфер обмена, беспроводная синхронизация, трансляция звонков, возможность вызова абонента с компьютера через валяющийся в десятках метров телефон и многое другое. Нет ни одной компании, которая предоставляет такой список приятных мелочей для приверженцев бренда, и Apple в этом плане идет на недостижимое опережение по сравнению с конкурентами. Подводим итог, iPhone 8 снимает ночью хуже Самсунгов, звучит в наушниках чуть интереснее погремушки, выглядит не намного лучше iPhone 6 и живет от полной батареи меньше окителька 10 тысяч. В этом аппарате нет ничего такого, чем он мог бы растопить оловяное сердце типичного обозревателя, особенно на фоне более технологичного iPhone X. Но поймите одно, обзорщикам нужны инновации, а пользователю хороший смартфон без субъективно критичных недостатков. Да, камера у нас с нюансами, но не сравнивая ее с дюжиной конкурентов, вы вряд ли заметите и половину описанных мною косяков. Да, дизайн старый и вообще надоел, но если вам вдруг нравится форм-фактор старых iPhone, то для вас это проблемой вообще не станет. Да, быстрой зарядки из коробки по факту нет, но раньше ведь как-то жили, да и без ее участия гробится батарея, будет не так быстро и это факт. Да, экран без 2К разрешения и вообще рамки по краям дисплея есть, но если честно, современные безрамочники этой фишкой несут преимущественно неудобства и кроме как понтов, ничего хорошего в Безлэсе пока что нет. Короче говоря, как обозреватель я могу назвать iPhone 8 унылым огрызком, но как пользователь я не вижу в нем ни единой серьезной лажи, которая мешала бы мне жить. Я взял и пока что не жалею, поэтому смело могу рекомендовать и вам. Поверьте, этот аппарат далеко не так плох, как рассказывают многие блогеры. В любом случае ссылки на этот гаджет в разных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете, ждут вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, Fear Room.com, ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями и пишем комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока. И поэтому зарядных станций беспроводных в кафе, аксессуаров на тему чьи и всего остального дерьма теперь будет настолько дох**а, что вы прям обос***тесь от того, что будет происходить на рынке в ближайшее время. И поэтому теперь зарядных станций беспроводных, сука, зарядных станций, а не просто зарядных станций, когда ты это уже выучишь. Юзеры Samsung, не надо смеяться с этой ситуацией. Бведь в итоге. Бведь в итоге. Дизайн яблок не особо прогрессирует в последнее время и качается со стороны, в сторону от металла, к стеклу, от круглого, к прямоугольному и не обалёте. В этом смартфоне нет ничего такого, чем он мог бы растопить оловянное сердце тепирчного. Обзирователя. Обзирователя, как подсказывает Серёжа. Особенно на фоне более инновационного, да, более технологичного, сука, айфон 10.